Всем привет! Наконец-то, наконец-то мы что-то в этом году первый раз снимаем видео. И вы не поверите, это видео собиралось чуть ли не каждый день снимать, и всё время что-то получалось, что я... Ничего не получалось, короче. Вот так. Это видео, этот рецепт не мой, это рецепт от, ну, половина моего, половина рецепт от моей племянницы. И делаем мы это тоже первый раз, но, правда, поверьте, будет очень здорово и просто, и хороший завтрак. То есть, вот эти брецели, которые мне, рецепт прислала мне племянница в телеграм-канале, и нам это очень понравилось. В принципе, сразу видно, что это, тем более, можно на любой вкус самому уже там что-то сочинять. Но, вот рецепт от племянницы, кто живёт в Германии, в других странах, я не знаю, продаются или не продаются, как раз они уже у меня. Вот такие замороженные брецели. И затем ты просто их ставишь в духовку, посыпаешь солью, если ты любишь, или там пунчутом, чем ты хочешь, и, в общем-то, брецели готовы. Ну, здесь будет доработка. Это для тех, кто в Германии. Но, так как меня смотрят с других стран, поэтому я решила, всё-таки у меня есть это тесто для брецели. Всё-таки показать, как можно и тесто самому сделать, и потом, в общем, дополнить всё это. Сейчас мы сначала сделаем тесто. Так, это мне не сразу надо, только что для теста нужно. Вот я взяла муку. Так, всё в рецепте будет написано. Здесь сливочное масло, и оно уже такое довольно-таки мягкое. Здесь сухие дрожжи, соль, сахар и тёплое молоко. Всё это смешиваем без яиц, смешиваем и делаем тесто. Так, мы сразу сейчас, даже без всякой опары, ничего не буду. Всё насыпала, перемешала. Мука просеянная уже. Но, если вы её так просеяли, и она у вас постояла немножко, можно ещё так хорошо перемешать, чтобы кислород... И, в принципе, второй раз сеять не надо. Так, теперь добавляем молоко. В принципе, по муке это, смотрите, тоже на... По своей муке какая влажность. То есть тоже здесь немножко надо смотреть. У меня здесь где-то 400 грамм на 200 миллилитров молока. И здесь масло мне, по-моему, 30 грамм или... Я уже не помню. Ну и напишу всё подробно. Так, замесили. И добавляем сюда масло. И хорошо так, хорошо, минут 5 так вот помесить наше тесто. Руками уже. Так, тесто мы замесили. Видите, немного здесь всего где-то на 6 брецелей будет. И теперь дадим ему немного отдохнуть. Накроем полотенце. Сейчас помоем руки. И двинемся дальше. Теперь, пока у нас тесто наше будет отдыхать, мы сделаем нашу начинку. Это как ватрушки получаются. Но этот вариант не сладкий. Если у нас вот этого начинки не хватит, то мы, может быть, пару и сладких взяли. Но это уже по ходу. Что нам для этого нужно? Тёртый сыр. Здесь у меня лук зелёный. Здесь бекон. Ну, там можете колбасу. Там смотрите по своим. А здесь у меня сметана. Ну, я взяла сметану уже с кройтерами, как на это... Ну, зеленью. Зеленью, да. Чтобы немножко было повкуснее. Там что у вас есть. И яйца. Где-то, если я сейчас вам... Пропорцию мы покажем где-то на три брецеля примерно. Это там ложка сметаны, там щепотка сыра. Это щепотка, это щепотки одно яйцо. Но у нас тут четыре. И если там где-то шесть, то мы сделаем, наверное, на три яйца сделаем. Три яйца, три ложки. Сейчас начнём, наверное, со сметаны. Так вот. Раз. Два. Или четыре. Делать четыре. Это точно хватит. Делаем на четыре. Как говорится у нас. Так. Это наша сметана. Теперь четыре яйца. Всё просто перемешать. Всё очень просто. Лена, смотри. Что, может быть, мы что-нибудь не так делаем. Но вообще должны всё правильно делать. Так. Это теперь размешали. И добавили тоже. Вот так примерно будет. Раз. Два. Три. Четыре. Это я вроде как в четыре раза больше рецепта. В рецепте будет только всё по одному. Так. Тоже хорошо перемешали. Таких комочков не было. Была более-менее однородная масса. Так. Теперь бекон тоже. Ну, бекон раз. Ну, как раз вот четыре есть. Муж любит. Я бы без бекона его сделала. Поэтому делать это не обязательно. Показываю. Всё по рецепту показываю. Так что... Так что... Ой. Не спеши. Раз. Два. Ну, наверное, хватит. Вот так. Будет много. Я не спешу. Только просто руки уже видеть. Отвыкла на камеру. Ну, вот. В принципе, вот такая должна быть начинка. У меня уже духовка включённая. Всё включила. Вот таким образом. Я не знаю, я сказала или нет. Эти грецели, они обычно такие замороженные. Нужно дать им растаять и немножко согреться. Подняться. Подняться сразу. Положить их на бумагу, на противень. А с начинкой я сама первый раз делаю. Поэтому, извиняйте, смотрите, первый раз делайте, а там уже дорабатывайте, что вам хочется больше или как это должно выглядеть. Потому что я тоже, если что, буду. Потому что сейчас пока стесняюсь больше. Вдруг расплывётся всё. Ну, всё. Ставим в духовку. Ну, где-то, наверное, на 15-20 минут, я так думаю. Буду смотреть. Так, вот смотрите. Спеклись наши. Выглядят довольно-таки красиво. Видите? Я сначала думала, вытечет, потому что я яиц много. Уже хотела сказать, ну, в принципе, можно там сметану с половиной с творогом зернистым. У меня нет зернистого творога. Но рецепт действительно очень хороший. Тесто моё ещё стоит. Поэтому будет ещё продолжение. Вот так вот выглядит скупленных вот этих брецелей. Быстро. Вот на завтрак там, как говорится, стояло 185 градусов у меня. Там, смотрите, по своей духовке. 18 минут. У вас может там больше, меньше. Смотрите сами. Тесто у нас отдохнуло. Смотрите, такое мягкое, приятное стало. Так, крючки маслом. Так, сейчас я на 6 поделю. И потом буду крутить, крутить, вертеть. Брецель хотеть. Да, но у меня всё равно эти дырочки получаются меньше. Тесто такое, что... Так, раз, два, три. Так, раз. Так, не ровно получается. Вот так примерно. Это у меня такая слабость. Никогда ничего не могу сделать, чтобы всё одинаково. Нет у меня этой. У вас не алмаз, как говорится. Ну, не на вес же и на продажу. Какие получится? Побольше получилось. Ну, всё хорошо. Будет блеск и вплошнее. Раскатаю. У меня есть на моём канале уже эти брецели. Поэтому, если кому-то просто будет это видео слишком длинное, смотреть терпения не будет хватать, можете посмотреть номер. Здесь ещё напишу, под каким номером. Сейчас один покажу, а остальные потом без вас буду делать. Чтобы так долго не задерживать. Здесь немножко... Так вот раскатываем. И потом только концы. Чтоб здесь у нас было потолще. А концы потоньше. И как можно длиннее раскатать. Чтоб они у нас потом не такие пышные были. Вот так. И потом берём так. Так. И вот так. Вот у меня такая штучка получается. Вот и врезок получился. Но потом ещё, да... Он ещё подойдёт. Подойдёт и будут дырочки меньше. Так что... Если кто не умеет так хорошо, как... Ну, не как фабричные, конечно. Там, скорее всего, там и нужно брать там 100 грамм или 50 грамм теста. Ну, там же всё автомат делать, конечно, понятно. Всё надо такое. Уже тогда получится. Вот видите, так вот. Там уже для себя делаем. Всё нормально. Главное, чтобы вкусно было. Только хотел сказать. Главное, чтобы вкусно было. А у Лидии всегда вкусно. Ну, да. Так, что мы делаем дальше? Вот накрутили вот такие у нас брецели. Теперь кипятим воду. У меня здесь полтора литра получилось. Кастрюлька была та, занята, в которой я люблю готовить. Поэтому вот соду я приготовила на 2 литра, по-моему. Ну, я её всю тогда не буду. Я вот примерно полтора литра вот такое вот количество соды добавлю. Хорошо завершаю. И по одному, прямо на несколько секундочек отпускать. Свободное плавание. По одному или по два можешь, чтобы быстрее, как ты думаешь. Я не знаю. Ну, 2 умещается, 2 значит. 2, наверное. Конечно. Мешать не будут они там. Нет. Вот так чуть-чуть прям они у нас так поплавают. Уже, видите, всплыли хорошо. Вот они дают именно вот этот цвет и вкус вот этих брецелей. Так. И можно мимо. То есть на расстойку я ничего не оставляю. Это у меня здесь. Вот таким образом всё это сейчас так проварим, поварим или ещё как. Отварим немножко. Немножко отварим, да. Видите, они уже сразу быстро всплывают. И вот прям немного они тут в этой содовой воде. Такой бат у них. Полезный. Полезный, да. Немножко. Так. Вот мы их всех отварили. Вот здесь то, что накапали. Немножко эта влажность. 6 штук сразу ложу. Ложу в одну. Боюсь, что они слипнутся. Здесь немножко побольше сделаю. Таким вот образом. Беречки побольше. Беречки, да. Теперь помажу яйцом. И желтком берем. Немножко. Чтоб посимпатичнее были. И чтобы прилипло у нас. Мы эти сделаем с кунжутом. Немножко. Вот, в принципе. Как ватрушку можно тоже. Я думаю, мне, если вдруг начинки не хватит, я бы сделала. Но здесь я посмотрю, даже еще, наверное, останется. Поэтому надо потом уже рассчитывать. Можно было на одну порцию меньше делать. Сами уже потом руку набьем. И будем удивлять вот так гостей. Особенно, когда приедут так вот к чаю неожиданно. И вместо того, чтобы бежать в булочную, приготовить вот такой вот вкус, снятина. Так, теперь, где у меня кунжут? Я же принесла. Так, теперь немножко посыпем так. Кунжут полезный. Нужно его кушать. Если особенно любите, то не забывайте. Везде его немножко добавлять. Где можно. Вот так вот посыпали. Все. И теперь заполняем вот наши вот эти проемы. Сейчас мы их так сделаем. Побольше. Теперь наделала. Надешь куда? Это можно типа омлета сделать. Что останется? Тоже не выкинем. Ничего не выбрасываем. Все у нас в дело идет. Только единственное, когда что-то делаем, всегда что-нибудь остается у нас. И потом приходится еще. Так, мы закончили. И очень довольны своим результатом. Вот смотрите. Вот это что с купленного теста. Видите? Видите, вот как выглядит с обратной стороны. Это мы пробовали вкусно. А эти должны быть еще вкуснее. Ну, они еще горячие. Вот смотрите. Вот какая прелесть получается. Это такие же ватрушки. Только другой способ. Делайте сладкие. Делайте с луком. Делайте с ветчиной. Все делайте то, что вы любите. Здесь главное, чтобы было немножко что-то жирное. Это как сметана. Может, вы майонез добавите. С творогом можете. Яйцо должно быть обязательно. Сыр, чтобы вот это все держалось внутри. И, в общем-то, сами, конечно, что-нибудь придумаете. Поэтому еще раз хочу сказать. Я уже говорила. Леночка, большое спасибо за рецепт. И хотелось бы еще добавить. Всем, кто нас видит и смотрит. Если у вас есть какие-то интересные рецепты. Не стесняйтесь. Пишите в комментариях. Если даже мы это не будем готовить, то наши подписчики, это 100% уверенно, кто-то это увидит, кто-то заметит и будут готовить по вашему рецепту. То есть не жадничайте, делитесь. Потому что многим это просто нужно. И теперь, надеюсь, мы с вами попрощаемся ненадолго. Надеюсь, что у нас будет немножко больше времени. Ну, хотя, сильно не обещаю, эти полгода нужно как-то перетерпеть. А потом я пойду на пенсию. Тогда у меня будет больше времени. И буду как можно чаще снимать для вас полезные видео. Всем пока-пока. Будьте счастливы. И не унывайте. И берегите себя. Пока-пока. Пока-пока. Всем всего самого доброго.